Где конкретно в каком нормативном акте искать полный перечень работ с тяжелыми для женщин условиями труда? Этот нюанс попросила уточнить Тамара Майлик. В данном случае ей необходимо посмотреть постановление правительства Российской Федерации от 25 февраля 2000 года номер 162, в котором утверждены перечень тяжелых работ и работ с вредными и опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда женщин. Нынешние первоклашки учатся по обычным букварям, а наши второклашки вынуждены продолжать ужасную программу 2100. Но можем ли мы от нее отказаться, если всем классам напишем заявление? С таким вопросом к нам обратились сразу несколько благовещенских родителей. Образовательная программа для учащихся начальной школы формируется начиная с первого класса и заканчивая четвертым, с учетом учебно-методического комплекта, который выбрал в том числе и родителями, когда они шли в первый класс. Поэтому замена во втором, в третьем, в четвертом классе методических комплектов учебных послуг не представляется возможным. Кто выключает уличные фонари? Кому сообщать, если заметил светильник, который горит днем? Поинтересовалась Елена Косова. Выключает и включает уличное освещение диспетчер, диспетчерская служба муниципального предприятия ГСТК, подразделение по эксплуатации сетей наружного освещения. Если бы вы вдруг заметили, что вдруг случайно горит свет днем или не горит он ночью, вы всегда можете позвонить на круглосуточный телефон диспетчерской номера 49-13-59 и сообщить об этом. Проверяет ли кто-нибудь, как часто участковый обходит свою территорию? Есть ли какие-то нормы? Об этом хотела бы знать Зинаида Шиманкова. Участковые полномочия ежедневно обходят дома в зоне обслуживания. Кроме того, ежедневно осуществляется прием граждан с 18.00 до 20.00 за исключением воскресенья на опорных пунктах полиции. Кроме того, раз в полгода участковые проводят отчеты перед населением о результатах своей деятельности. Также осуществляется общественный контроль за деятельностью участковых уполномоченных полиции со стороны членов Общественного совета МВД РСИ по Амурской области и МВД РСИ Благовещенский. Редактор субтитров А.Семкин